Приветствую вас, прочитал я вопрос ваш, кое-что прочитал из ответов коллег, и могу дать свой ответ на вас такое сообщение, хотя это даже не вопрос, а это просто ваше желание. Вот, вы говорите, что хочу разобраться с этим чувством, чтобы о том не пожалеть, вот, правда, если вы говорите о том, что хотите разобраться с чем-то, с каким-то чувством, то вам имеет смысл, и вам имеет смысл пожаловать, знаете, поговорить приватно с экспертом, с которого вы выберете на нашем ресурсе, и с ним уже разобраться, потому что, ну, все-таки надо бы какие-то вам вопросы встречные задать, лучше понять вас, и так далее, но вот так разобраться, это все равно довольно условно получится. Вот. Значит, что я увидел? Я увидел у вас определенную ситуацию, которая заставляла и до сих пор заставляет вас быть в определенной социальной среде. То есть, будучи закомплексованным, и будучи еще не до конца сформированной личностью, вы встречаете человека, который дает вам то, чего вы хотите, вы встречаете человека, который дает вам то, что вам нужно, убеждаете себя в том, что этот человек ваш, и, собственно, проживаете с ним 10 лет, веря в то, что вот ваше поведение, ваши поступки, они направлены, ну, как раз именно на то, вот, чтобы с этим человеком быть, чтобы с ним вам было хорошо, и, собственно, направлено на реализацию того, чего вы хотите и хотите. Заходите вы семью и детей. И, в принципе, это у вас получилось. Ну, отчасти, конечно. Отчасти получилось, но отчасти, к сожалению, нет. Потому что ваши комплексы, ваши комплексы, они никуда не делись, они с вами остались, и они, может быть, немного видоизменились, но они, как это видится мне, никуда не ушли. И именно эти комплексы сейчас заставляют вас бояться того, что вы можете пожалеть о разводе. Но ведь понимаете, в чем дело? Ваша жена, она выходила замуж за человека, который делал для нее какие-то вещи просто так, по, ну, по желанию, по своему желанию, да, и так далее. Она выходила замуж за человека, который сделал для нее все, который решил для нее, для семьи, и так далее. И ей, конечно, будет тяжело, сложно воспринять то, что вы, например, стали другим. Ну, допустим, поменялись, что вы, допустим, стали по-другому смотреть на вещи, то есть начали больше думать о себе. Но, несмотря на это, несмотря на это, вы можете относительно легко до нее это постараться донести. То есть донести до нее тот факт, что то, как вы жили раньше, вас не устраивает. Сказать, что теперь вы хотите жить немножечко больше для себя и делать то, что вы хотите для себя, но сказать это нужно в нудный момент. Не так просто, чтобы вы пришли и оставили жену перед фактом, нет. А именно так, чтобы вы начали что-то делать. Чтобы вы, может быть, что-то сделали все-таки. Что-то важное для себя, например, вы сделали. И если ваша жена отреагирует на это как-то вот негативно, как раз, то вы ей и скажете, что я делаю это потому, что я так, например, хочу. Понимаете? То есть это будет ваша, ну, на мой взгляд, куда более такая вот правильная, что ли, позиция, которую вам нужно реализовать будет самому. Далее, объективно, конечно, хочется сказать, что, ну, ситуация такова. Да, вы были молоды, объективно вы были молоды. Объективно ваши взгляды, ваше мировоззрение, оно поменялось, оно стало другим. Вот. За то время, что вы были с этой женщиной за 10 лет, что вы с ней. И, конечно же, вы стали другим. И, конечно же, то, что для вас было актуально тогда, сейчас для вас уже, ну, выглядит совсем не так. Но это не означает, что вам обязательно нужно со своей женой разводиться. Нет. Вам просто нужно изменить свою позицию по отношению к ней. Вопросы, ну, не изменить свою позицию по отношению к себе. Как вот, на мой взгляд, правильно вам сказал, что сказал мой коллега, когда задал вам вопрос о том, чего вы хотите. То есть, если вы в отношениях сами останетесь более свободными, если вы в отношениях сами будете действовать более раскрепощенно, скажем так, то у вас как раз таки будет куда меньше проблем и куда меньше невредовлетворенности. И, может быть, может быть, вам не придется разводиться. Конечно, при условии, если ваша жена вас примет таким вот, ну, таким человеком, я имею в виду, таким новым человеком. Это вот то, что касается вашего чувства. То есть, здесь, я надеюсь, вы меня поняли, совершенно необязательно прямо уж рассчитывать на развод. То есть, до развода может еще не дойти. А что касается чувства, то да, вы поняли просто, не то, что вы не любите свою жену даже, а то, что вы не жили для себя. И когда вы увидели смерть, вы поняли, что человек умирает один всегда. Он умирает один. То есть, кем он не был, умирает человек один, в одиночестве умирает. И именно это заставило вас, ну, немножечко, вот, по-другому смотреть на вещи, немножечко по-другому реагировать на то, что произошло. То есть, ваши ценности, они немножечко сдвинулись. Теперь, и это, на мой взгляд, является чем-то хорошим, потому что, ну, потому что это означает, что вы личностно развиваетесь, вы растете. Да, не всегда может быть такой вот приятный процесс, не всегда может быть такой процесс, прямо-таки очень хороший, но, тем не менее, это необходимый, необходимый процесс, без которого невозможно личностное развитие, и вам это нужно понимать. Хотя бы самому для себя. И если мы, вот, с вами говорим как раз об этом, да, если мы с вами говорим как раз об этом, то думается мне, что будете свободным, то есть, если вы станете свободным, то совершенно не факт, что ваше отношение к жене останется таким. нужно понимать, что сейчас, на данный момент, именно в жизни вы видите, как бы, корень проблем. То это она виновата, что это, что это в нее вы вкладывали столько своих сил, что это в нее вы вкладывали столько своей энергии, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому сейчас вы, как бы, воспринимаете ее в более обесцененном виде. Но, если вы будете самостоятельно реализовываться, если вы будете самостоятельно добиваться каких-то своих целей, то очень может быть, очень может быть, что и жену свою вы также будете любить, и также будете к ней относиться, как к раньше. То есть, и чувства, может быть, появятся у вас, если вы будете гармоничными, если вы будете любить себя, то вы их, соответственно, другого человека тоже сможете любить. Это нужно понимать. Другой момент, другой момент, случается в том, и момент этот куда более важен, почему вы, почему вы перестали жить для себя? Почему вы стали жить, точнее, для себя? Почему вы начали жить для других? понимаете, вот это важный момент. Откуда появились ваши комплексы? Откуда появилось то, что вы делали только для своей жены все и ничего не делали для себя? Это же не появилось просто так. И, к сожалению, комплексы ваши тоже, они из-за этого никуда не ушли, они остались с вами. И вот этот вопрос, его нужно разбирать. Вы не могли внезапно осознать, что не любите. вот как вы пишете, что я внезапно Атанавту не люблю, и более того, никогда не любил этого человека. Вы просто неверно выстраивали свои отношения с ней, с твоей женой, да, вот, но тем не менее, смотрите, вы говорите, я более, я Атанавту не люблю этого человека, но при этом вы говорите о том, что это кризис отношений и временных трудностей. Давайте так, давайте так. Кризисом это могло быть в том случае, если вы делали все для себя, если вы делали все для нее, если она делала все для вас, и в какой-то момент начали возникать определенные разногласия у вас по этому поводу. Это кризис. А в вашем случае вы поняли, что то, как вы жили, было неправильно. Было неправильно. И это не кризис. Это то, что вам правильно кажется. Это то, что вам верно кажется. Но смотрите, вы придаете значение своей семье. Куда более, надо сказать, серьезное значение вы придаете своей семье, чем оно должно быть. потому что семья для вас это то, что как бы вас же определяет. И вот это не есть хорошо. Семья не должна вас определять. Семья не определяет вас. Семья дополняет скорее вас. Это да. Но не определяет до конца. поэтому вот этот аспект вам нужно проработать. Вы говорите о том, что вы хотите разобраться в себе и чтобы потом не предстоять, потому что понимаете, что теряется в случае если вы остаетесь без семьи. Что вы теряете? Я задаю вам этот вопрос. А что вы теряете, если вы остаетесь без семьи? Вы теряете ощущение нужности? Вы теряете ощущение востребованности? Вы теряете ощущение реализованности? Ну своей реализованности конечно. Я имею ввиду своей реализованности. А почему это ощущение вами ставится в зависимость от того Кто с вами? Вот это очень важный вопрос Не должно так быть Ваша реализованность происходит Не за счет семьи И не в контексте семьи А ваша реализованность происходит В том числе и в семье Но помимо этого есть и еще важный аспект А у вас их, судя по всему, но если я правильно понял У вас их нет, этих аспектов И вот об этом я и хотел бы, чтобы вы подумали То есть стать более самостоятельным вовсе не отначает обязательно развестись Попробовать пожить Будучи самостоятельным В отношениях Вполне можно Попробовать пожить Будучи самостоятельным Вполне можно и Вполне реально Это даже хорошо Если вы это делаете Но момент Здесь Момент Именно в том Какое будет у этого будущее И у вас Какое будет будущее Если вы будете продолжать это дело Вот это момент И ответ на этот вопрос Конечно вы не знаете И не узнаете Пока не будете жить по-моему Пока не разберете свои страхи Пока не знаете Не начнете Ставить Свою самостоятельность И реализованность Только В зависимости от самого себя И пока вы возможно не научитесь Выстраивать личностные границы То есть есть вы Объективно есть вы Объективно есть Ребенок ваш И объективно есть жена Но у каждого из них Есть Свои границы То есть некие такие пределы Которые ограничивают влияние Друг на друга Вот у вас этих границ нет У жены они есть А у вас нет И вот в этом Большая как раз таки Проблема для вас Начать я бы хотел Именно Прикомендовать вас С этого С остановки личных границ То есть Что привлечит только мне Ага О чем я Не рассказываю Например Своей Там допустим Женщине Своей жене Да Что я думаю Только сам Чего я хочу Только сам Чего я боюсь Лично в контексте Ну в своем Собственном контексте Безусловно Безусловно Вот это все Вам нужно Разбирать Самому Чтобы лучше Понимать Этот момент И если Вы Будете Себя Лучше понимать Лучше отдавать Себя отчет В том Что действительно Вас Волнует Что действительно Вас беспокоит И так далее То и Ситуация Она Пелетанет быть Такой Драматичной Для вас Она Будет Просто Напросто Обычной И когда Вы станете Таким же Как ваша Жена То есть Таким же Самостоятельным Как и она И независимым Как она Вы и Решите Для себя Хотите ли вы Прозвольствовать Отношения Или нет А Сейчас Пока вы Еще Вот только Находитесь Как бы На эмоциях От этого Понимания Решать Ничего Не стоит Не стоит Делать Доступных Выводов Решить Вы Успеете В принципе Всегда А вот Сохранить Отношения Потерять Отношения Это Полюс Это Два Разных Полюса И пока Куда Идти В этих Полюсах Вы Не знаете И Естественно Не можете Знать Потому что Вы не знаете Чего хотите И вы не знаете Как Самое главное Ваша жена Отреагировать На то Чего вы хотите Вы не можете Этого знать Потому что У вашей жены Не было Возможности Прореагировать Как-то На то Что вам На то Чего вы хотите На то Что вас Интересует У вашей Жены Не было Возможности Вы не знаете Может быть Она С радостью Воспримет Это Точно Вы Стали Что-то Делать Для себя Тогда Зачем Разводиться Да Просто Отношения Будут Устраиваться На новом Более Зрелом Уровне И все Но решать В любом Случае Вам Это Попробно Что меня Еще Значит Наставило Обратить Внимание Ваша Склонность К Диалу К Внутреннему Диалу То есть Вы Расчисляете Сами С тобой Ведете Определенную Бесерню С собой Это Намекает Наводит На мысль О том Что Возможно Вам Не с кем Поговорить Возможно Вы Так Сильно Много Внимания Уделяли Своей Семье Что Не озаботились Налаживанием Социальных Связей Если Это Так То Это Тоже Проблема С которой Нужно Разбираться Почему В одни Социальных Связей Друзей Знакомых Которыми Можно Обсудить И Тогда Вообще Три Дня Приведенных Без Семьи Без Контакта С семьей Небольшой Срок Если Этот Срок Заставил Вас Додуматься О таких Вещах Подумайте А что Будет Если Вы Например На неделю Расстанетесь И так далее Почувствуйте Вкус Свободы Что Она Для Вас Отначает Эта Свобода Что Вы Будете Делать С ней С Этой Свободой Вот В чем Вопрос На этом Все Надеюсь Что Помог Вам Если Какие Дополнительные Вопросы У Вас Остались Пишите В личку Я Вам Если Понравился Мой Ответ Буду Благодарен Если Сделать Его Лучшим А Если У Вас Появится Зелание Дополнить Свой Вопрос Известите Меня Пожалуйста Об этом В личку Дабы Я Смог Прочитать Дополнение И Дополнить Свой Ответ Желаю Вам Всего Самого Доброго И Удачи